Я общаюсь с одним парнем. Я люблю его, и он меня. Я признаю, что нельзя общаться. Он суфист. А я нет. Но он не совершает того, что совершает ярый суфист. Но он не может потерпеть вас. Я бы уморал. За это мы всегда очень ссоримся. Но я всегда отстаиваю свою, что вы неплохие, что вы говорите и наставляете. Он запрещает вас слушать. Но я говорю, что я вас слушаю скрытно от него. Я очень люблю его. И мне очень стыдно говорить, что я совершила с ним зина. Ауузу билля. У нас серьезные намерения. Я недавно начал углубляться в религии и понимаю, что неправильно все делаю. Я каюсь перед Аллахом и хочу спросить, можно ли дальше с ним общаться, если у нас разные направления и разные мнения и религии. О религии. Из-за этого всегда ссоримся. Боюсь, что потом разведемся, если поженимся. Еще я очень хочу надеть никаб. Но мне не разрешают родители. Брат старший и парень говорят, что если я одену, что без него расстанемся. Шейх, ответьте, пожалуйста, что делать. Я очень хочу надеть никаб, но не разрешают. Мои родители, салафиты, тоже вас слушают. Алхамду лиллях. Аллаху акбар. Здесь сколько противоречий шариата, пока ты вопрос не спросила. Первое общение не только с суфистом и салафитом, даже с твоим двоюродным братьем запрещено в исламе. Даже с двоюродным братьем запрещено в исламе. Не только с человеком, который ты не знаешь. Сейчас у вас общение очень далеко зашло. Зашло, и ты говоришь, мы уже совершили зина. Потом говорите, у нас сильные намерения, хорошие намерения, серьезные намерения жениться. Аузу биллях. Если вы хотите дальше жениться, зачем это больше общения? Сделайте никах, делайте сваду и поженитесь. Нет, надо обязательно все адаты, которые силы делают, делать. Много денег собрать. Еще девушки покупают мебель, это все. Пока это соберется, потом родители замуж два-три года замуж не выдают. Общаются харамными общениями. Потом встречаются и говорят, потом уже они смирятся. Мы через год же женимся. Какая разница? Давай сделаем близость к зина. И так начинается жизнь харамного. Потом доженитвы до свадьбы. Уже беременные становятся. Это не один случай, это уже порядки вещей в Кавказе, в том числе и в Дагестане. Аузу биллях. Родители. Кто тянет эти свадьбы? Говоря, до 18 лет не выдаем, до 20 не выдаем. Пока диплом не получен, не выдаем. Вы толкаете своих дочерей и своих сыновей делать очень тяжкий грех, который будет им причиной их несчастья всю жизнь. Облегчайте свадьбы. Облегчайте выдавать замуж. Когда уже девушка совершеннолетняя стала по исламу. Если просит его замуж, и она хочет, выдайте их замуж, чтобы такого общения не было. Вопрос спрашивает, можно ли за суфиста выйти. Только единственное, этот вопрос тебе касается, то, что делала зина, то, что делаешь общение каждый день. И ты говоришь, я нет, я салафитка. Салафитки так поступали. Не хватает ни кап. Не хватает хижаб. Ты говоришь, ни кап хочу. Это очень хорошо. Но то, что ты делаешь зина, так хорошо, так мягко. Говоришь, что у нас хорошее и серьезное намерение. И говоришь, родители у меня салафиты. Куда они смотрят? Что ты делаешь? Как ты общаешься? Какие ваши встречи? Или это салафизм? Борода оставит, рука укоротит. И внешность быть похожим с салафитом? Нет. Салафиты должны быть похожими и внешностями, и деяниями, и их нашими нравами. И всех делах и женитами, и общениями. И где салафиты общались с своими сватанами, с своими будущими мужьями? Где они общались? Приходили родителям, сватали, увидели. Все. Потом делали сватбу и общались. А до сватбы несколько лет общаться, делать зина, хорошее намерение. Инна лиллах, ва инна илейхи ражаун. Общаться можно ли? Нельзя общаться. Хоть даже одинаковые ваши убеждения нельзя общаться. Не только ваши разные убеждения. С двойными братьями и харам общаться не только такими дальними. Если даже тебя сватали, кольцо одели, как одевают там, и чемодан принесли, все равно харам общаться, все равно харам разговаривать с этим человеком, пока махар не поставили. Сколько сват есть, которые испортились до сватбы? И общений было у них, и даже некоторых близостей было. Сколько их есть? В каждом селе, в каждом районе, в каждой улице. Сами посчитайте и смотрите, почему Истан запрещает это. Сколько их до сватбы общались, а вы потом испортили сватовство, и осталась девушка своим грехом, а мужчина пошел в другой сват, и поженился, испортил первый тоже. Это немало таких случаев, братья и сестры, родители. Контролируйте своих дочерей, своих сыновей. Одевай никаб, одевай хиджаб. Не только на теле, на своей работе, деянии тоже. Делай никаб между тобой и грехом. Делай занавес между тобой и грехом. Делай занавес между тобой и общением. Если он хочет жениться, пусть придет к твоему отцу и сватывает тебя. Вот это нужный никаб. Никаб нужен лицо закрыт, и никаб нужен харам закрыт. Никаб должно быть между тобой и грехом. Занавес. Парень не разрешает, парень не разрешает. Кто он такой, чтобы не запретить тебя? Кто он такой, чтобы тебя разрешить? Не твой отец, не твой брат, не твой родственник. Чужой человек. Тебя разрешает Аллах и запрещает Аллах. Делай то, что тебе Аллах разрешил, и тот Аллах запретил, оставь. То, что парень разрешил, парень запретил, это в счет не выходит. Что делать? Что сейчас тебе делать? Испортил свою жизнь, испортил свою девственницу. Сейчас меня спрашивают, что делать? Покажешься перед Аллахом за свой грех, большой грех, большой тяжесть. Вот этот человек, который хочет на тебя жениться, из-за нас делал. Это волк. Это шакал, который и тебя испортит, и других испортит. Много раз на всех делаю, и делаем. Сестры, любой человек, который вам говорит, у меня хорошее намерение, хочу жениться, и годами его тянет, этот человек, шакал, который ждет какой-то момент, испортит вас, и потом пойти за другому. Если есть хорошее намерение, скажи ему, вот мой отец, подойди к нему, сватай меня. Отправ своего отца или брата, если ты сам стесняешься. Годами общаться и не прийти сватать. Этот человек использует тебя, о, сестра. Знай, разницы нету. Все мужчины, которые по улице ходят, смотрят, общаются, у всех у них одно намерение получить тебя и потом бросить. Он уйдет, ты останешься своим грехом, не можешь дальше, думаешь дальше, что делать. Повеситься, умереть. Как это часто получается и как часто пишут. Выросли, выходите замуж, женитесь, оставьте это общение. Если бы это был бы хоть благо, Аллах разрешил бы это. Нет в этом блага. Те, которые говорят, как жениться, не узнав. Аллах, не узнаешь ты и этого человека. Потому что он самый красивый, он нравится ему будет показывать и будет самый плохой скрывать при общении. И также девушка тоже не сможет узнать. Узнайте его семью, спросите про нее и женитесь, как приказал Аллах. Аллах барака поставит. Есть люди, которые годами общались и женились, вместе не жили. И есть люди, которые в жизни не общались и поженились, и до сих пор живут, до старости лет. Из-за этого оставьте этот обман шайтана, говорит, как жениться, не узнав ее. Узнай ее, спрашивай про нее, спрашивай про ее родителей, соблюдают ли они религию, какой у них характер. Шедрые, сильные или жадные, трусливые, узнавай. И потом женись. Узнать их через него и через нее ты не сможешь. И вопрос, можно ли за него замуж выйти? Если ты говоришь, он истегаса не делает. Не просит мертвых. Ширк не делает за то, что он ненавидит меня или Абу Амара. За такого человека можно замуж выйти. Но этот человек фасик. И ты фасика, пока вы не каетесь. Этот человек нерелигиозный человек. Он тебя испортил и делал зына до женитки. За такого человека замуж выйти я не скажу. Алхамду лиллай, Роббирал, амин. Ассаляму алейкум варахматуллах. Судя по комментариям, многие еще не в курсе, что прежний наш канал был удален. Так вот, это наш новый канал. Все вместе сразу подписываемся. Смотрим актуальные тематические плейлисты. Актуальные видео. Делимся ими в соцсетях, в мессенджерах, среди друзей и близких. Это помогает выводить видео в тренды. И способствует тому, чтобы как можно больше людей увидело этот ролик среди предложенных. Ассаляму алейкум.